Ну что ж, друзья, продолжаем бизнес-канал, время бизнес-класса, бизнес-класс на Финам.ФМ, вторая часть нашего ежедневного двухчасового разговора на тему бизнеса. Тема сегодняшнего эфира – программа лояльности клиентов, лишние траты или необходимые бренду инвестиции, знак вопроса. У меня в гостях Павел Межеричер, основатель и генеральный директор компании PMCG. Павел, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Рад был вас быть. Аналогично рад видеть тебя. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Как всегда, у вас есть для этого две, как минимум, возможности. 6510-99,6, код города 495. Это телефон студии, телефон прямого эфира и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте Павлу свои вопросы, комментируйте события со своей точки зрения. И начиная эфир, Паш, если не возражаешь, вопрос, касаемый предыдущего моего эфира, сухого остатка. Мы говорили о проблемах малого и среднего предпринимательства. Предпринимательства обсуждали инициативы, так сказать, на федеральном уровне, там, регионального уровня. Два слова буквально. На твой взгляд, ты же все-таки относишься, да, к малому, среднему, к какому ты относишься бизнесу? Я думаю, что это малый бизнес. Хорошо. Скромничает. Конечно. Дело не в этом даже. Смотри, на твой взгляд, нужна какая-то поддержка на государственном уровне этому самому малому, среднему бизнесу? Потому что одна из гостей в этой студии сказала, что, может быть, даже и не надо, потому что это рождает халявщиков. Мне кажется, что поддержка предпринимательства в стране абсолютно точно нужна, но должна ли она быть основана на, скажем так, государственных субсидиях или государственных усилиях? Или все-таки должна она драйвиться путем свободной ассоциации людей? Я бы выбрал второе. В случае, если на уровне государства формируются четкие, понятные, прозрачные правила игры и защищенности. Вот это, наверное, главное, да? Вот баланс этих двух слоев, он, наверное, был бы идеален. Тогда предпринимательство бы само прорастало. Но на то оно и предпринимательство, его не надо тянуть за уши. Спасибо, Паша. Спасибо. Я с тобой согласен. И вот, наверное, стоит еще даже подчеркнуть о тех самых правилах игры, которые, ну, может быть, по объективным причинам у нас во многом еще не появились, да? Потому что мы в рынке-то совсем недавно, и мы пытаемся сейчас эти правила на ощупь в какой-то степени. Одно правило не сработало, давайте его поменяем. Часть из них у нас, часть из этих правил у нас не писаны, но мы их начинаем понимать. Но, тем не менее, то, что эти правила нужны для того, чтобы играть на рынке и для того, чтобы идеи расцветали и приносили достаточную ценность в виде услуг или продуктов, ну, мне кажется, мало кто желает спорить с этим. Совершенно верно, это очевидно. Паша, тем не менее, есть звонок сразу. Давай-то начнем с него. Конечно. Дмитрий, Дмитрий, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, здравствуйте. 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 Слушаем программу супруга, и очень интересная программа, вообще все нам любим очень. Спасибо. Ну, ситуация в следующем. Мы говорим о малом бизнесе, вернее, вы рассказываете нам, да? А девушка, вот, к сожалению, не знаю, как зовут, которая, цех у нее по пошиву, там, одежда какой-то. Да, да, да. Я просто малый бизнес, вот в нашем понимании, у нас малый бизнес, мы с супругой и бухгалтер. Вот малый бизнес, трое человек, у нас нет своего юриста, нет там, какой-то продажников. И, знаете, вот мы сталкиваемся не с проблемами налогообложения, а не с проблемами госсубсидий. У нас небольшой издатель, я просто сразу характеризую. Значит, мы сталкиваемся, на самом деле, с проблемой аренды. Дело в том, что, вот, знаете, если говорить о том, что мы хотели от государства получить, мы бы хотели увидеть, как государство реализует некий проект государственной аренды. Знаете, вот, как некий коворкинг, что ли, да, или некий такой дом, куда могли бы прийти, условно говоря, вот такие действительно малые предприниматели. И в каком-то, ну, скажем так, ну, на каких-то самых лояльнейших условиях арендовать какое-то, соответственно, помещение. Что касается налогообложения, ну, не знаю, мы на упрощенной системе, мы не испытываем проблем. Нас налоговая не мучает, мы платим все вовремя. Соответственно, что касается там каких-то госсубсидий, они, наверное, больше нужны фермерам, которые там, да, какие-то, какие-то, какие-то переписки. Опять же, нам это не надо. А вот мы общаемся в кругу, там, лиц занимающихся тоже примерно тем же самым бизнесом. На самом деле, все испытывают только вопросы, ну, проблемы аренды. Я понял. Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо за ваш звонок, прежде всего, да. Ну, собственно, по поводу малого бизнеса мы уже поговорили в предыдущем часе, и даже Пашу уже я помучил. У нас немножко другая тема сейчас, да. Давай мы вернемся и начнем. Я бы мог, в общем-то, высказаться по этой теме, хотя бы нужно ли здесь государство, если есть возможность какой-то совместной аренды, если есть предприниматели, которые способны собраться в некую ассоциацию и предложить там, не знаю, идею инкубатора для арендодателя, то есть некие новые формы взаимодействия для снижения издержек. Вот мне кажется, в этом, собственно, и состоит суть предпринимательства. Не искать, ну, как бы, дотации и, как бы, не проблематизировать реальность, а пытаться эту реальность под себя, ну, как бы, заточить. И такие истории происходят. Они происходят и в Москве, и в регионах. Ну, так, это на секунду. Спасибо, спасибо. Давай, мы вернемся. Итак, программа лояльности мы обсуждаем сегодня. Ну, и название эфира, собственно, такое двоякое отношение к этой самой программе лояльности. Что это может быть действительно? Это лишние затраты, абсолютно не возвращающиеся потом в карман предприниматели? Или, напротив, это необходимые вещи? Это необходимые долгосрочные, может быть, некие вложения? Ну, я бы хотел начать с каких-то вещей, которые мы, возможно, немножко обсуждали в ноябре. И первое, это то, что предприниматель не обязан быть лояльным бренду. Потребитель имеет полный свободный выбор того, что он хочет купить и употребить. Исходя из этого, это задача бренда дать этому потребителю, который ему нужен, признание, дополнительные услуги, информацию и впечатление для того, чтобы он выбрал оставаться, продолжить бизнес-отношения. И с этой точки зрения, скажем так, альтернативы созданию лояльности нет. Мы не говорим сейчас о формах, которые иногда программы лояльности приобретают, которые совершенно неделикатно используют контактные данные и долбят в голову. Мы говорим о том, что без лояльного потребителя, который зачастую, не знаю, лояльные потребители приобретают 80-90% товаров и услуг бренда, но без этого нельзя обойтись. Вот, и второй такой тезис, что, собственно, в лояльность нужно инвестировать брендам хотя бы потому, что потребители очень сильно устали от рекламного клаттера, который создается в широковещательных каналах телевидения, радио. Мы все знаем, что падает телесмотрение, что сегментируется люди, люди ищут информацию, которая релевантна для них, собственно, для их ценностей. Попадание в рекламный клаттер, мы все знаем, что это значит, это, ну, братская могила рекламных роликов, от которых мы не, как сказать, не формируем никакого дополнительного впечатления ни о бренде, ни об услуге. Формирование прямой его взаимодействия с потребителем – это важная услуга для потребителей. Паша, возвращаясь к твоему тезису по поводу братской могилы, мне понравилось, очень так это романтично прозвучало, а тем не менее, да, производитель этой самой рекламной продукции, он постоянно все-таки, да, тратит на это большие бюджеты, и, наверное, кажется, сам понимает, что крайне малая часть, да, становится вот этого рекламного продукта эффективна. Почему же продолжается? Почему нет поиска новых каких-то средств? Ну, собственно, маркетинг лояльности – это и есть основная альтернатива маркетинг, по-другому он называется, вот смежные области можно назвать CRM, Client Relationship Marketing, и маркетинг по базам данных, то есть эти области маркетинга создают прямые каналы взаимодействия с потребителем, через которые передаются дополнительные ценности, дополнительные впечатления, позволяющие вступить в договор между брендом и потребителем. В равноправные отношения. В равноправные отношения. Это именно контракт. Паша, сейчас мы прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, слушаем новости, потом продолжаем эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Павел Межеричер, основатель и генеральный директор компании PMCG. Ну и мы говорим на тему лояльности клиентов, на тему программы этой самой лояльности, каковы они бывают и зачем, собственно, в конечном итоге, бизнес выбирает программы лояльности, являются ли это лишними расходами или наоборот все-таки имеют некие стратегические задачи. Я напомню, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании финам.ФМ. Вы можете позвонить, написать, задать свой вопрос или дать комментарий по нашей теме. Паш, продолжаем разговор. Значит, собственно, мы... Ну тут за эфиром мы с тобой поговорили, не хочется этот бренд называть, да? Мне кажется, это как раз вот такая точка зрения на повышение лояльности, раз в отношении этой известной мировой компании, да, со своими потребителями. Да, на самом деле очень часто, конечно, программы лояльности воспринимаются в двух своих таких, ну, скажем так, обрезанных ипостасях. Во-первых, это возможность раздать бонусы. Вот для чего просто раздавать бонусы? Непонятно. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что отдавая бонусы, мы даем скидку, и после того, как мы дали скидку, никогда никто наш товар больше за цену на ценники не купит. Это первая ипостася такая обрезанная. Вторая часть — это вот эти ужасные рассылки, которые мы получаем. Мы говорили когда-то о том, что приходишь в ресторан, заполняешь анкету на карточку, карточку ты никогда не получаешь, а тебя долбят смс-ками о том, какие банкеты и какие музыканты. Откуда вы знаете что-то о том, что мне надо? Сейчас время, извините за это слово, время предложения релевантного выбора, время релевантности в выборе моем как покупателя. Именно поэтому я бы сказал, что крупные компании идут гораздо дальше в своих программах лояльности. Первое, что они делают, они вступают, как мы правильно сформулировали, в партнерские отношения с потребителем, и потребитель им дает возможность, изучить свое поведение, как он себя ведет, как часто он приходит, что он покупает, в чем его интересы состоят, в какие отделы он заходит. Все, что мы можем зарегистрировать, мы узнаем и мы анализируем данные об этом потребителе. И мы пытаемся понять его, что он за человек и что ему может понадобиться. И путем глубокой аналитики и создания предикативных моделей мы формируем предложение, которое, скорее всего, будет воспринято положительно. Тем самым мы получаем намного более активный отклик потребителей. Вот это очень важный аспект лояльности. Мы говорим о том, что да, начисление баллов, оно достаточно важно, потому что это стартовый этап. Что интересно, сами баллы и стоимость этих баллов для людей не так важны, как важно признание, возможность повлиять на бизнес бренда, дать обратную связь и возможность получить реально ценные для себя предложения от бренда. Вот эти вещи составляют, на самом деле, являются основой хорошей программы лояльности. Примерно так. Я понял. Тогда давай сейчас обсудим, собственно, может быть, более детально, какие бренды выбирают какие программы лояльности, от чего это зависит. В том плане, что наверняка, условно говоря, компания, торгующая автомобилями, прибегает к одним продуктам. Компания ритейлерового сектора, я имею в виду продуктовых товаров, может какие-то способы другие. Вы знаете, естественно, механики, программы, они отличаются. Каждая программа лояльности, если это хорошая, вдумчивая программа, она уникальна. Потому что первым делом мы анализируем и глубоко анализируем профиль нашего выгодного нам потребителя и пытаемся вступить с ним в отношения. И мы только тогда начинаем понимать, что мы можем предложить. Одно из лучших агентств на рынке лояльности во всем мире, английская компания Dunhambe, очень просто говорит о своей, скажем так, стратегии имплементации программ лояльности. Три слова. Тест, тест, тест. Никогда не заходите в программу с какими-то приконцепциями о том, как ваши потребители будут себя вести. Замеряйте, смотрите, делайте предложения, смотрите, как потребители будут реагировать. Замеряйте еще и улучшайте основные показатели. Какие показатели могут, на какие показатели, на какие части потребительского поведения можно влиять? Ну, практически на любое. Это могут быть специальные... Давайте, частота прихода в магазин, объем покупки, уровень отклика на какие-то конкретные купонные предложения. Но самым важным показателем в программах лояльности является такой английский термин Life Cycle Value. Это ценность потребителя за все время его взаимодействия с брендом. Огромное количество компаний делают предложения, которые не направлены на сиюминутную максимизацию покупки. Они могут даже сказать, покупайте меньше того, что мы предлагаем. Или покупайте то, что мы предлагаем дешевле. Но будьте с нами. Давайте вступим в отношения. И мы сможем посчитать свой бизнес на гораздо более длинный горизонт развития. Вот такие взаимоотношения с клиентом, где нет, ну, как сказать, крохоборства, где нет сиюминутной выгоды, а именно отношения партнерские, они приносят как чаще всего максимальный результат. Вы знаете, вот иногда хочется сказать, что вот есть такая духовная максима, что посеешь, что и пожнешь. Вот она совершенно на 100% ложится в правильный маркетинг лояльности. То, что мы отправляем клиенту, как мы отправляем, как мы признаем в клиенте ценность для нашего бренда, вот так это нам и возвращается практически в каждом случае. Мы говорим о взаимоотношении клиентов, то есть о каких-то средствах коммуникации с ним, учитывая, мы живем в 21 веке, наверняка они достаточно специфичны, а может быть, наоборот, их огромное количество или широкий набор, по крайней мере. Вот что прежде всего работает на установлении этого контакта? Технологии какие? Ну, я вот приведу пример. Недавний кейс компании. Мы развивали канал дистрибьюции. Это были продавцы шин. Один всемирный бренд, который продает авторезину, влияет на продавцов определенных магазинов с тем, чтобы повысить уровень рекомендаций. В принципе, в базе этой программы была обычная бонусная система. Продаешь, регистрируешь продажу, получаешь на свой счет определенные бонусы, которые можешь использовать в призовой витрине. Все бы было хорошо, но мы попробовали несколько технологий, они достаточно простые. Мы выложили тесты, задачей которых было дать информацию о функциональных особенностях конкретных моделей зимней резины. Те продавцы, которые прошли эти тесты, продавали резину этих моделей на 20-30% лучше, чем те, кто не проходил. То есть, вот это показатель того, что информационная часть, образовательная часть маркетинга лояльности и часть, которая связана с взаимодействием на уровне знаний, она гораздо более важна, чем бонусная программа. Вот, но это вот одна из технологий, о которых можно сказать. Ну, смотри, опять возвращаясь к вопросу, мы говорим о неких средствах коммуникации, то есть, каким образом тот самый бренд ищет, ищет, да, наиболее, или там делает наиболее лояльным своего будущего или нынешнего потребителя. Опять-таки, вспоминали сегодня о смс-рассылках, мы говорили там о рекламе по радио и телевидению, и сейчас наверняка очень действенна работа в социальных сетях. Вот с этой точки зрения, если посмотрите. Первым делом нам нужно сформировать базу потребителей. То есть, практически все программы лояльности основаны на маркетинге по базам данных. Для формирования баз данных используется огромное количество того, что мы называем touchpoints, точек взаимодействия. Это кассовые аппараты, это смс, это имейл-рассылки, это привлечение через нанесение на упаковку, там, коды и так далее. Мы приглашаем людей зарегистрироваться в программе для того, чтобы в дальнейшем отслеживать и формировать это знание потребителя. Вот, однажды сделав это... Я прошу большинства, мы сейчас прервемся. Время рубрики «Вне времени» послушаем, потом продолжим эфир. Друзья мои, ну, продолжаем наш бизнес-канал. Хотя программа, которую, да, мы тщательно так переименовываем, называется «Бизнес-класс». «Бизнес-класс» в эфире «Финам.ФМ». Напомню, мы сегодня обсуждаем программу лояльности клиентов, лишние траты или необходимые бренду инвестиции, эти самые программы. В гостях Павел Межеричер, основатель и генеральный директор компании «Пи-Эм-Си-Жи». И, я напомню, телефон студии 6510-99-6, код города 495, и сайт компании «Финам.ФМ». Паш, продолжаем наш разговор. О технологиях, собственно, пошла речь. Да. Технологий достаточно много. Как я сказал в начале эфира о том, что клиенту нужно признание. И признание формируется не только за счет, как я, опять же, говорил, за счет распределения бонусов. Ценность бонусов падает. Возрастает ценность опыта. Один из трендов современных и достаточно уже известных рынку — это геймификация. Это изменение потребительского опыта таким образом, или обогащение потребительского опыта таким образом, что человек становится, условно говоря, управляющим своим счетом у телефонного оператора или своими затратами на электроэнергию. Это достигается путем формирования дополнительных точек взаимодействия, таких как личный кабинет, сайт с кучами бегунков и возможности выбрать тарифы, сделать индивидуальный тариф конкретно под себя. Паша, извини, пожалуйста, вот фраза твоя с кучей бегунков. Вот эта куча, она не усложняет, наоборот, задачу? Понимаешь, я увижу эту кучу, мне как-то потерялся сразу, если нет особых навыков, то я пешком пойду. Вы знаете, опыт — это как раз та вещь, которую, как говорят, опыт не пропьешь. То есть мы выбираем среди достаточно большого количества похожих товаров или услуг, когда мы можем принять решение в пользу услуги, на которую мы можем повлиять собственными действиями на цену этой услуги, на изменение состава людей, которые тарифицируются по-другому, и выбрать это самостоятельно, а также сравнить себя. И вот геймификация в этом и состоит. Получить статистику о том, сколько я трачу против таких же, как я по профилю и так далее. Это вовлекает в некоторую игру. Для определенных аудиторий это очень важная ценность, и она реально работает. Но основной принцип — это передать инструменты управления взаимоотношениями между брендом и покупателем в руки покупателя. Это один из инструментов. Еще одна технология вовлечения — это социальная направленность маркетинга. Один наш очень важный для нас клиент и партнер международная корпорация фармацевтическая совместно с сетью амбулаторий провели акцию по бесплатному тестированию людей на уровень сахара в крови. На каждого человека с диагностированным диабетом у нас есть два человека, которые об этой проблеме не знают. Узнавание на ранних стадиях о проблеме с сахаром с сахаром дает возможность человеку выбирать более качественную жизнь в будущем, знания. Социальная направленность акций вызывает благодарность потребителей. То есть люди приходят, получают бесплатную услугу, узнают что-то, после чего им дается профессиональная рекомендация о том, как двигаться дальше, если выявлена проблема. Мы через эту социальную акцию выявили тысячи людей, которые не знали о том, что у них существует проблема. И мы получаем через эту акцию, мы получаем огромное количество людей и информации о людях, которые заинтересованы и в будущем от бренда, который производит эту продукцию, получать информацию, которая будет влиять на качество их жизни. Это очень серьезный и важный аспект маркетинга. И мы двигаемся к тому, чтобы делать больше социально ориентированных программ. И, может быть, даже компенсировать там, где наше, может быть, здравоохранение, ну, скажем, недостаточно активно информирует о возможности проблем. Вот несколько, да, несколько аспектов, несколько технологий. Наверное, самым модным и самым горячим трендом в области вовлечения и дополнительного пользовательского опыта является, ну, я бы назвал это мобильность. Есть такое слово, окраним SOLOMO. Social, Local, Mobile. Это системы, построенные на мобильных платформах, которые позволяют через, через, как сказать, с помощью GPS определять местоположение потребителя, который хочет, чтобы его местоположение было определено, и в точках продаж, если он находится, делать ему предложение в момент, когда он занимается шоппингом. Пример такого приложения, слушатели могут посмотреть на него, это Shopkick. В течение 18, в течение года было скачано порядка 18 миллионов приложений на мобильные устройства. Это очень интересное приложение, оно дает дополнительную, скажем, такую игровую, игровую эмоцию к шоппингу, и к тому же дает возможность получать релевантные предложения в момент, когда мы занимаемся шоппингом, а не в тот момент, когда мы еще не проснулись или спим. То есть, смотри, опять заговорили об игровой эмоции, правильно? Я понимаю, что подавляющее большинство потенциальных покупателей все-таки хотели бы, чтобы их в какую-то игру вовлекли. Или, как ты сказал, есть определенная категория, определенная аудитория этих самых покупателей, которые хочут, чтобы с ними поиграли, а другая, может быть, будет противиться этому активу. Ну, это естественно. Я думаю, что гораздо более важным тезисом является тот, что нужно всегда смотреть на целевую аудиторию, на ту аудиторию, с кем мы хотим работать, выделять именно те сегменты потребителей, которые являются максимально ценными, и понимать их. Если мы используем любой инструмент, но по отношению к людям, которым этот инструмент, для которых он нерелевантен, ну, да, он не... Не будет работать. Это он не только не будет работать, но чаще всего он будет вызывать раздражение и будет приводить к результатам обратным от тех, которые мы и рожидаем. Это как раз пример, о котором я рассказывал, эти агрессивные смс-рассылки порой вызывают уже негатив настолько, что хочется отказаться и от оператора, и чего-то. Да там еще и закопано, отписаться от них почти невозможно. Это же невероятно. Но вы знаете, тут такая история. Мне кажется, что дело во многом часто в безграмотном менеджменте таких вещей, когда люди собирают базы возможных получателей этих смс-ок, они не задумываются над тем результатом, который они в конечном итоге получают. Если я хотел карточку и ее не получил, я, возможно, еще приду в этот ресторан. Но если я начинаю получать информацию о тех событиях, которые меня вообще не интересуют, этот ресторан точно потерял меня как клиент. Совершенно верно. А это вопрос умения пользоваться инструментом. И в этом смысле любой инструмент, ну, как бы в руках у мастера он достигает, не знаю, одних результатов. В руках дилетантов это может быть, ну, скажем так, можно отшибить себе палец. Если это молоток, конечно. Вот. Давай тогда вот мы сейчас о чем поговорим. Программы лояльности, естественно, используются, чтобы достичь некого результата. Результат в конечном итоге, если речь идет о бизнесе, это увеличение продаж все-таки, ну, то есть какие-то цифры должны быть. Как легко посчитать этот результат? Или это делается на глазок? Или, может быть, об этом результате, так сказать, особенный не переживают? Вы знаете, вот хочется провокационный вопрос к маркетологам, которые больше любят традиционные способы рекламы. А как оценивать инвестиции в традиционную рекламу? То есть тоже в телевидение. В телевидение, например. А инвестиции в традиционную рекламу, это инвестиции в случайного покупателя. Олег, вы часто... Который случайно вдруг увидел, да, именно в этот момент эту рекламу. А вам часто рекламный клаттер предлагает купить расческу или... Шампунь. Или шампунь, или кондиционер. Да-да-да, практически. Ежедневно. Он вам не нужен. По много раз. Именно об этом, вот именно этот вот рекламный шум является основным негативным фактором снижения эффективности инвестиций в рекламу. Инвестиции в лояльность позволяют сформировать знания потребителя и его потребительских привычек. А также, так как там регистрируют... Внутри программы всегда регистрируются различные активности потребителя в социальных сетях, во время покупки и так далее. Мы можем всегда замерить выгодность этого конкретного потребителя или этого кластера потребителей, сегмента потребителей для нашего бизнеса. Практически каждая акция или каждая инициатива бренда, направленная на группу лояльных потребителей, она полностью замеряема. Мы знаем отклик, мы знаем конверсию в покупку. Если мы хотим посмотреть, а как бы вели себя потребители, если бы этого предложения не было, мы формируем контрольные группы, которые предложения не получают. И, естественно, аналитик сразу видит дельту в поведении тех потребителей, которые предложения получили, и нет. Эти данные работают как глубокий ресерч в потребительские привычки покупателей этого бренда. Поэтому практически каждую копейку инвестиций в программу лояльности можно посчитать. Самый затратный процесс — это сбор базы данных, которая достаточно велика для того, чтобы с ней работать. Огромное количество возможностей существует по формированию так называемого word of mouth, то есть распространения информации через потребителей. Хорошие, лояльные потребители начинают рекомендовать товар в социальных сетях, что тоже может, кстати, вознаграждаться, и многие бренды это вознаграждают. Поэтому я думаю, что... То есть они инициируют этого самого потребителя, чтобы он об этом рассказывал? Да, потребители начинают, слава богу, рассказывать не только о негативных случаях общения с брендами, но и о позитивных случаях общения, что становится... Сами потребители становятся своего рода рекламным каналом. Вот практически так, как мы говорим о том, что основные метрики регистрируются, поведение потребителей, и мы можем основывать свои выводы и расчеты на конкретных покупках, на конкретном поведении, то мы можем видеть экономический эффект и профит для бренда от конкретной категории потребителей. Более того, еще одна интересная вещь, что далеко не все потребители, не все покупатели выгодны бренду. Такие программы позволяют выделить... Те сегменты покупателей, которые максимально выгодны для бренда и которые несут на себя максимальное количество профита для бренда. Есть транзакционные покупатели, которые всегда будут искать дел, а есть покупатели, сориентированные на отношения. Если покупатель ориентируется на отношения, то с ним надо работать, и он принесет максимальный профит. Паша, еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, ладно. Продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшней эфира программы «Лояльность клиентов. Лишние траты или необходимые бренду инвестиции» мы говорим с Павлом Межричером, основателем и генеральным директором компании PMCG. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099.6, код города 495, и сайт компании финам.фм. Ну что ж, Паша, к сожалению, времени не так много. Обсудить еще есть что. Если не возражаешь, из каких этапов складывается работа над лояльностью будущих и нынешних потребителей? Да, мы начали говорить о первом и, наверное, важнейшем на нынешнем этапе развития бизнеса этапе это формирование базы лояльных потребителей. Это как раз тот самый... То есть это начало и, по сути, самый затратный, самый главный. Да, это как раз тот инвестиционный проект, через который многие не проходят, потому что дальше не до конца видно, что с этим делать. Мы сталкиваемся с брендами, у которых огромные базы потребителей, которые собраны через точки взаимодействия, и которым там отправляются... Которые не сегментированы. Отклик на письма, которым не изучается, которые не анализируются. Мы говорим о сотнях тысяч потребителей, которые получают один-два имейла в течение года без замера отклика. И мы понимаем, что время от времени это и правда непонятно. И для чего. Но вот это инвестиционный этап создания мощной базы тех потребителей, которые максимально важны для бренда. Вот пройдя этот этап, начинается все самое интересное и все абсолютно замеряемое с понятными рои, с понятными абсолютно моделями, экономическим обоснованием, моделями, которые предсказывают поведение и так далее и тому подобное. Дальше начинается вот самая приятная игра. Важнейшим вторым этапом является построение коммуникационных отношений, коммуникации с потребителем. Сейчас очень моден термин мультиканальность. Это когда бренд старается общаться с потребителем через несколько точек взаимодействия, пытаться агрегировать в базе данных данные, приходящие из разных точек. То есть это точки продаж, это транзакции, это обратная связь через горячую линию, это социальные сети. Я думаю, что мы можем говорить, это в том числе промоутеры, это работа с коммуникацией через нанесение на упаковку. Огромное количество точек, где бренд взаимодействует с потребителем. Если мы можем регистрировать те или иные взаимоотношения в этот момент и замерять их, мы получаем бесценную информацию. И еще один важный момент, это возможность получать обратную связь. То есть возможность для потребителя высказаться по поводу бренда, по поводу качества, по поводу ассортимента или по поводу своих желаний. Из этой информации мы можем почерпнуть очень многое и изменить свой бизнес для того, чтобы соответствовать потребителю в большей степени. То есть построение коммуникации, способность довести качественно, красиво, умно, релевантное предложение до потребителя и услышать его, это вторая важная часть построения лояльности. Третье, я не знаю, я каждую хочу назвать самой важной, это анализ. Все программы лояльности построены на глубокой аналитике, на нахождении инсайтов из той информации, которую мы регистрируем, на глубоком датамайнинге. Чем больше информации о потребителе мы можем взять и агрегировать, и атрибутировать к одному потребителю конкретному, тем лучше мы о нем знаем. Ну, есть известная анекдота о том, что в один из домов пришла рассылка о пренатальных товарах, и хозяин этого дома был очень удивлен, а потом узнал, что его дочка 15-летняя была беременна. И он позвонил в колл-центр и сказал, а как вы могли узнать, настолько мощные сегодня есть алгоритмы моделирования потребительского поведения, которые позволяют предугадывать поведение заранее. И последнее, самое важное, наверное, последнее. В очередной раз, да? В очередной раз. Это все-таки чувство признания и чувство вознаграждения. Та ценность, которую мы предлагаем потребителю взамен его лояльности. Это могут быть бонусы, это могут быть скидки, это может быть личное обращение, это может быть призовой каталог, это может быть розыгрыш каких-то очень интересных, не знаю, путевок или еще чего-то. Но все эти вещи, которые мы предлагаем, должны восприниматься как ценные у потребителей. Это, опять же, является результатом аналитической работы, которую мы делаем постоянно, вот работой над... То есть имеется в виду для одного потребителя это будет ценным, да? А для другого иное будет ценным, и желательно, чтобы мы так опять точечно попали. Абсолютно. Но будет ли это точечно, или мы сможем предложить на самом деле интересно воспринимаемую витрину? Опять же, пример из нашего опыта. Мы достаточно много делаем мотивационных программ для товаропроводящей сети. Очень часто компании вознаграждают дистрибьюторов, продавцов карточками различных магазинов, Эльдорадо и так далее. Сегодня 90% этих закупок делается следующим образом. Менеджер по закупкам звонит и говорит, мне нужно 20 карточек Эльдорадо. Почему именно Эльдорадо и кому эти карточки будут отданы, чаще всего этот менеджер по закупкам не знает. Мы предлагаем передать выбор того, что человек хочет, в руки самого потребителя. Мы делаем онлайн-витрину, которая позволяет, мы передаем человеку электронный код, который имеет определенный номинал, вводя этот код, человек в интернете видит, из каких карт, каких сетей он может выбрать себе подарок. То есть мы ему передаем номинал, а выбор того, куда он пойдет, чтобы получить благодарность, мы передаем потребителю. То есть, в принципе, практически все инструменты, которые мы используем, они нацелены на то, чтобы увеличить ценность участия в той или иной инициативе мотивируемого или участника программы. Вот это, наверное, очень важный аспект того, что мы делаем. Безусловно. Паш, возвращаясь к идее мультиканальности, взаимосвязи между потребителем и брендом, ты тем не менее сделал акцент на том, что внутри вот этого разнообразия есть социальные сети, как достаточно значимый способ взаимосвязи. Если можно, два слова поподробнее. Насколько они сейчас востребованы и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения конечного потребителя. В общем, можно соцсети использовать для маркетинга или даже для конечных продаж, на твой взгляд. Ну, безусловно, сейчас это, наверное, один из самых горячих топиков в среде маркетологов, как монетизировать коммуникации в социальных сетях. На самом деле, ответов однозначных нет. Есть успешные кейсы, в основном западные, которые, скажем так, позволяют участникам групп каких-то брендов, в основном ритейл-брендов, получать специальные купоны через социальные сети. Я не знаю о хороших примерах прямого маркетинга, маркетинга прямого отклика через социальные сети в Российской Федерации. Многие стараются, и я думаю, что эти ответы будут найдены. Они на самом деле будут найдены. На сегодня, конечно, социальная сеть это очень важная как бы точка коммуникации коммуникации бренда. Их нельзя игнорировать. Создавать группы, создавать клубы в социальных сетях абсолютно необходимо. Это важная часть коммуникации. Возможно, для некоторых брендов гораздо более важная, чем возможность быть в телеке или в газетах. И для большинства уже. Но прямая конверсия между контактом и покупкой через социальные сети на сегодня реализована редко и редко успешно. Вот, скажем так. Но, тем не менее, ты говоришь о том, что со временем эта ситуация может измениться. Измениться за счет чего? За счет модификации самого общения в этой социальной сети? Нет, нет. Вы знаете, сама площадка, ведь, понимаете, любая площадка, я нахожусь сейчас в эфире радио, радио предлагает своим партнерам, рекламодателям аудиторию. Может ли Facebook предложить аудиторию? Абсолютно. Более того, он может предложить очень глубоко сегментированную аудиторию по интересам. И это абсолютно. Поэтому с этой точки зрения у Facebook нет проблем с аудиторией. Сейчас есть, скажем так, проблема шлюза технологического между аудиторией и продажами. То есть вот этот гэп, когда он закроется, когда найдутся технологии, которые позволяют монетизировать контакт, откроются, я не знаю, это будет сродни вулканическому. Лавина. Абсолютно. Вот в этом я уверен полностью. Спасибо. Спасибо, Паш. Итак, друзья мои, мы заканчиваем. Я с удовольствием еще раз напомню, сегодня в студии бизнес-класса Бавел Межеричер, основатель, генеральный директор компании PMCG. Мы рассуждали о необходимости, а необходимость это очевидно, программа лояльности клиентов. Паш, спасибо тебе за то, что нашел время. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов в бизнесе. Благодарю вас, спасибо.